Валерий Курасович Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Валерий Курасович Редактор субтитров А.Егорова Валерий Курасович Редактора Валерий Курасович Редактор субтитров А.Егорова 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 Вообще-то смотрите, эта собака. Но она до такой степени неправильная, но мне кажется, что это как раз божественная ошибка. Ты смотришь на эту собаку и думаешь что у нее вообще нет ничего правильного. Но у нее есть потрясающий образ. Мне кажется, что она со мной разговаривает. Мне кажется, что я эту собаку знаю. Значит, еще какой момент? Это, собственно, страх белого листа. Я очень часто в интернете встречаю такую фразу, как побороть страх белого листа. И, собственно, если над этой фразой подумать, получается, какая вещь, что мы с этой фразой повторяем этот страх, то есть мы утверждаем, что он у нас есть. И плюс еще в этой фразе заложено очень много энергии борьбы. То есть мы должны затратить какое-то неимоверное количество усилий, чтобы этот страх побороть. А у нас еще должны остаться силы на то, чтобы, собственно, что-то рисовать. Значит, смотрите, все на самом деле намного проще. Не надо ничего побаровать, надо этот страх просто забыть. Вот представьте себе, что у вас внутри есть какой-то такой компьютер с диалоговым окошечком, и там у вас в этом окошечке написано страх белого листа, страх рисовать руки, страх рисовать на публике, страх рисовать что бы то ни было. И вы просто эти галочки себе снимаете, все, у вас этого нет. Согласитесь, что это сделать гораздо проще, чем что-то там перебарывать. Вы мне на это совершенно резонно можете сказать. Ну окей, снять эти галочки я могу, а вот на практике как я не буду этого бояться. У меня для вас очень хорошая новость. Значит, смотрите, у нас у всех, абсолютно без исключения, было такое состояние, когда мы не знали о существовании этого страха. Вот если вы себя вспомните в возрасте где-нибудь лет 5, там 4, 5, 6, ну, наверное, до первого класса, когда к вам пришла воспитательница, там учительница сказала, что все нужно рисовать не так, и по центру, и красиво, а что ты тут такое делаешь. Вот это прекрасное состояние, когда тебе родители дают пачку бумаги и говорят «рисуй». То есть родителям нужно занять ребенка на полчаса чем-то, чтобы он их не трогал. Родители вообще до лампочки, как он рисует. По центру, не по центру, красиво, некрасиво. Ради Бога, оставь меня в покое. А ребенок, у него нет осознания того, что он что-то делает не так. И на самом деле, вы знаете, когда я проанализировала это состояние, я подумала о том, что это идеальное состояние художника. Потому что ребенок, он, по сути дела, исследователь. Он видит в телевизоре дракона, идет, рисует. Если у него хоть что-то получается похожим, он дико радуется. Если у него не получается, он, заметьте, не расстраивается, он не впадает в депрессию, он просто начинает новый. И так он может сделать, не знаю, 10-20 рисунков и просто его колбасит от того, что это здорово и весело. Значит, это совершенно потрясающая вещь. Детская работа из харьковской студии Аза Низим Аза. Я думаю, что многие ее знают. По-моему, это совершенно потрясающие ребята. Расскажу еще один веселый эксперимент. Поскольку я училась в Суриковском, это такое академическое образование московское. У меня было очень много друзей, у которых были дети. И я просто проводила такой опрос. Спрашиваю у человека, который со мной вместе учился. «Пожалуйста, нарисуй мне бегущую лошадь». И человек тут же говорит. «Ой, ну, слушай, нет, ну ты знаешь, мне надо сходить на импадром, мне нужно поделать набросочки, нужно скачать фоточки из Гугла, мне нужно поделать какие-то…» Я вот так, подождите, слушай. Ты учился 6 лет в Суриковском институте. Вот чему ты учился? Ты что, не можешь мне нарисовать бегущую лошадь? То есть о чем мы разговариваем? Просишь ребенка, сына там, да, «Слушай, нарисуй мне бегущую лошадь». Он начинает хохотать истерически. И не просто нарисует вам бегущую лошадь, он еще и вам с крыльями ее нарисует, да, потому что ему это по кайфу, да, ему это просто весело. И на самом деле это, мне кажется, самое прекрасное чувство, к которому мы должны с вами стремиться. То есть вот это вот отключение контроля, да, и стремление к исследованию того, что происходит вокруг вас, да, и исследование художников, которые вам нравятся, и самое главное — исследование самого себя. Да, мне кажется, что это самое интересное. Это тоже из этой же студии «Азо Низимазо». Тоже, знаете, вот реальная история, которую мне рассказывали, как учительница заходит в школу, в первый класс и спрашивает детишек, скажите, дети, кто из вас умеет рисовать? И все тянут руки. Говорит, все мы, все умеем рисовать. Значит, она проводит тот же эксперимент в четвертом-пятом классе, и одна какая-нибудь ручка поднимается, и все. То есть это к тому, что нам надо просто вспомнить, как у нас это было по ощущениям. Продолжение следует... «Азо Низимазо» Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok